МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы переделеканала Огненск ТВ новости в студии Ильхам Нигматуллин. Главная тема сегодня. Маршалу Жукову посвящается. В Калужской области отмечают новую региональную памятную дату. Впервые в Огненске депутат Государственной Думы легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов сегодня посетил Наукоград. Воспитывают особенных детей. Выставка фотопортретов мам, посвятивших свою жизнь детям-инвалидам, открылась в Наукограде. Создают праздничное настроение. На улицах Наукограда появилась новогодняя атрибутика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Калужской области сегодня впервые широко отмечают новую региональную памятную дату. 1 декабря родился наш легендарный земляк, маршал Победы Георгий Константинович Жуков. В Огненске к этому дню подготовили большую программу мероприятий, уроки мужества, беседы, книжные выставки. На родине полководца в Жуковском районе этот день встретили с особым размахом. Екатерина Замахина продолжит. На родной для маршала земли его день рождения встречали школьные конференции, прошедшие в музее памяти маршала Победы. А перед узнаваемым зданием развернулась интерактивная площадка, где подростки могли в деталях узнать, как выглядели солдаты зимой 41-го, когда под Москвой шли ожесточенные бои. Школа хорошая. По крайней мере, если будете выступать в Бундестаге, то будете выступать правильно. Эту фразу в общении с реконструкторами обронил председатель Российского комитета памяти Жукова. Уже со сцены районного ДК Алексей Павликов продолжил тему, вызвавшую широкий резонанс. То появление мальчика Коли из Нового Рингоя говорит о том, что у нас огромный пробел в военно-патриотическом воспитании. Жуков и Жуковский район в принципе могут и должны стать центром военно-патриотического воспитания Российской Федерации. Я думаю, что к этому все идет. С включением дня рождения Георгия Жукова в реестр региональных памятных дат патриотическая работа в Калужской области может выйти на новый уровень. Музей Жукова вот-вот получит федеральный статус, а сам город уже стал главным хранителем памяти о герое и его вкладе в Великую Победу. И мы горды тем, что жизненный путь великого полководца, маршала Победы начался именно здесь, в нашем районе деревни Стрелковка. Весь жизненный путь Георгия Константиновича неразрывно связан с историей нашей страны. В этом году калужане впервые широко отметили день рождения легендарного полководца. Но на этом руководство региона останавливаться не намерено, говорит Виталий Бессонов. Обсуждается идея предания дате федерального статуса. Маршал Победы такую честь заслужил. Конечно же, идея о том, что имя Жукова должно и праздник, посвященный Жукову, должен иметь федеральный статус и федеральное звучание, эта идея, мне кажется, вполне осуществима и к этому, я думаю, будем постепенно продвигаться. Депутат Государственной Думы России Вячеслав Фетисов сегодня впервые побывал в Обнинске. Он осмотрел ледовую арену Обнинской спортшколы «Олимп», пообщался с воспитанниками отделения хоккея, а также посетил городской музей спортивной славы, который открылся в здании «Олимпа» в прошлом году. Здесь же прошла встреча Вячеслава Фетисова с представителями Ассоциации «Народный кинопроект», которые основали представители «Наукограда», ставшие инициаторами создания художественного фильма о подвиге подольских курсантов. Напоминаем, знаменитый хоккеист возглавляет наблюдательный совет этого объединения. В обсуждении планов по реализации кинопроекта также принял участие продюсер киностудии «Военфильм» Игорь Угольников. От имени региональной власти гостей «Олимпа» приветствовал заместитель губернатора Калужской области Николай Калиничев. Когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит о нравственном, патриотическом воспитании, вот именно это может стать одной из таких основ, на котором можно воспитать поколение достойных, абсолютно адекватно воспринимающих собственную историю, отечественную историю и роль нашей страны в мировой истории. Мне кажется, если Игорю Угольнику удастся вместе со своими партнерами создать фильм, ну, мне кажется, такой будет серьезный посыл всему оставшемуся миру за пределами нашей страны. Вот что у нас не только есть 28, у нас еще и 3000 есть, у нас есть еще и что-то такое, что никогда нигде не было и не может повториться. 30 октября в Боровске вспоминали Дмитрия Жукова, писателя, который часто приезжал в этот город и искренне его любил. Дмитрий Анатольевич многое сделал для Боровска, принимал участие в восстановлении свято-пофнутиво-боровского монастыря, написал книгу «Огнепальный» о протопопе о вакууме, собирал вокруг себя молодых художников, многие из которых стали успешными мастерами. Дмитрию Жукову, которого в Союзе писателей называли не иначе, как «ходячей энциклопедии», обязан своим появлением культурный центр на площади Ленина, которому боровчане присвоили имя писателя. В четверг возле входа в центр была установлена мемориальная доска в памяти о Дмитрии Жукове. В церемонии открытия приняли участие члены семьи Дмитрия Анатольевича, в их числе его сын, вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Александр Жуков и супруга писателя Ирина Аркадьевна. Надо сказать, что в 70-е годы у нас только зарождалось вот это движение храны памятников, восстановления. Тогда мало кто вообще об этом думал. И многие, естественно, и монастыри, и просто здания исторические, они были в полном упадке, и никто никого это особенно не заботил. И тогда даже многим казалось странно, что вообще об этом надо думать как-то. И он, конечно, один из тех людей, который в России возродил вот эту любовь к истокам, к корням, к старине. И очень большой роль, мне кажется, сыграл здесь Боровск. Поэтому я думаю, что сегодня мы большое дело сделали. Это его вторая родина. Он здесь душой жил. Гостями встречи стали президент Союза развития Нокоградов России Валерий Сударенков, заместитель губернатора Калужской области Николай Калиничев, руководитель администрации Боровска Михаил Климов. Почетный гражданин города Боровска Дмитрий Жуков ушел из жизни в сентябре 2015 года в возрасте 88 лет. Боровск был для него по-настоящему близким и родным городом. Подробности о событиях, вошедших в ронику происшествий последних дней в нашем следующем сюжете. 30 ноября в 10 часов утра двое водителей не поделили участок кольцевого движения в районе дома 73 на проспекте Маркса. В то время как владелец автомобиля Киа двигался в левом ряду, его не пропустил хозяин Ауди, заезжающий на кольцо по полосе справа. В этот же день около 17 часов не менее досадное ДТП случилось на пересечении улиц Гагарина Маркса. Водитель автомобиля Мерседес, выезжая на участок кругового движения с улицы Гагарина, остановился, чтобы пропустить поток двигавшихся по кольцу машин, а водитель следовавшего за ним автомобиля Рено не успел среагировать на данный маневр и врезался в заднюю часть авто. Днем 27 ноября в один из супермаркетов, располагающихся на улице Кобицинской, зашла девушка с пакетом, набрала в него несколько плиток шоколада, а затем, минуя кассы, устремилась к выходу. Ущерб от противоправных действий любительницы Сладкого составил более 2,5 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Между тем, 30 ноября в час 30 дня, похожая по приметам девушка аналогичным образом переложила в пакет практически весь шоколад, размещенный на торговых полках супермаркета по улице Аксенова. К счастью, на этот раз охранник магазина заподозрил неладное и сообщил о своих подозрениях администратору. Согласно результатам инвентаризации, ущерб составил более 4 тысяч рублей. Уже вечером того же дня гражданка была задержана, ею оказалась жительница города Калуги. В настоящее время правоохранительные органы проводят мероприятия, направленные на установление всех деталей произошедшего. В Наукограде полным ходом идет подготовка к Новому году. На улицах устанавливаются елки и другие новогодние атрибуты. Большое внимание уделяется световому оформлению входных групп и фасадов зданий предприятий торговли, которые теперь сияют всевозможными огнями, создавая у прохожих праздничное настроение. В начале осени в городской администрации состоялось традиционное совещание с руководителями торговых предприятий Обнинска по украшению фасадов этих учреждений к новогодним праздникам. Праздничное оформление улиц и площадей Обнинска планируется завершить до 15 декабря. К этому же сроку закончится и установка городских елок. В этом году мы придерживаемся традиционной концепции для города, русской традиции. Поэтому пока мы украшаем город тем оборудованием, которое у нас уже осталось в прошлых лет. Вот в данный момент происходит монтаж новогодней ели нашей русской красавицы в кокошнике, русские мотивы. Уже установлен световой фонтан на улице Липунского и елочный шар возле торгово-развлекательного комплекса «Триумф Плаза». Эти новогодние украшения появились в Обнинске самыми первыми, уже 1 ноября. И работать они будут до февраля. В городском парке настоящая новогодняя сказка. Большая елка, световые елочки, другая иллюминация. В воскресенье будет украшена елка около здания Центральной библиотеки на улице Энгельса. Чуть позже появится светящаяся золотая рыбка на фонтане на улице Жукова. На треугольной площади будут стоять колокольчики, а около здания муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» на Ленина, 97, матрешки. Зданием ПКХ украсят тающими сосульками и новогодней символикой – посохом, варежкой, колпачком Деда Мороза и месяцем. Дубы на треугольной площади украсят светящимися шарами и тающими сосульками. Елес Шаров займет свое место на пересечении проспекта Маркса, улицы Белкинской и улицы Энгельса. В воскресенье на своем традиционном месте в центре круга на проспекте Маркса появится и Дед Мороз в окружении световых елочек. Курьяновский лес будет подсвечен цветными прожекторами, которые установят на опорах наружного освещения вдоль улицы Лишенко. И лес, в котором теперь живут сказочные растения и животные, примет еще более волшебный вид, чем сейчас. Елена Агаджанян, Сергей Мокрецов, Алексей Резвых. Обнинск ТВ. На днях в Обнинске был представлен фотопроект «Я – женщина», участница которого – «Мама с большой буквы». Это обнинчанки, воспитывающие особенных детей. Выставка из первых десяти работ, сделанных профессиональным фотографом Богданом Фостиком, открылась в городской библиотеке. Екатерина Замахина расскажет подробнее. Этот праздник, посвященный Дню Матери, здесь ждали как особое торжество, а не формальную встречу. Гости – семьи, воспитанников отделения «Радуга» городского молодежного центра и центра доверия. А артисты на сцене – особенные дети. На празднике слово взяла Ирина Овчарова. Автор проекта тоже является частью вселенной. Фотовыставки с таким названием в течение нескольких лет проходили в разных городах Калужской области. Все работы посвящены солнечным детям, один из которых по имени Филипп, Ирине дороже всех. Сынок, спасибо. Это он сказал, мамочка любимая, мама моя, как хорошо, что ты есть у… Ну, я молодец. Вместе с профессиональным фотографом Богданом Фостиком теперь Ирина начинает новый проект, который рассказывает о мамах с большой буквы, воспитывающих солнечных детей. Хотелось бы подчеркнуть и показать зрителю их индивидуальность, их женственность, неповторимость каждой женщины. Я думаю, что это удалось. Сегодня мы представляем первую часть нашей выставки, она состоит из десяти работ. Работа ведется, я думаю, что мы будем делать большую выставку в скором времени. Фотограф Богдан Фостик признается, каждая семья, с которой он познакомился, реализуя проект, теперь для него как родная. А сегодня у нас здоровых детей воспитывают и не хотят открываться, и все время скрытые, и в чем-то жалуются. А эти женщины, я смог их открыть и вам всем показать, вот они, женщины. И так должна наша женщина выглядеть. Открывая героинь своих работ, Богдан Фостик, похоже, позволил раскрыться им самим. Многие после съемок будто сбросили десяток лет. Мы, женщины, в основном занимаемся трудовыми делами. Дома, на работе, с детьми, семьями. И мы, конечно, никогда себя такими красивыми не видели. Это я вам выдаю секрет каждой женщины. Когда мы побыли у визажиста, у парикмахера, когда увидели, когда нас Богдан сфотографировал, и мы это все увидели, мы были в шоке. Но в шоке не только мы. Вот тогда фотографии, когда делал человек, он сказал, о, какие женщины, какие женщины. 7 декабря исполнится 10 лет дружбы библиотеки и семей, где растут особенные дети. А в феврале 20-летие отметят Центр доверия. Авторы проекта надеются, что к этой дате коллекция фотографий станет еще больше. Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. На сегодня это все. Вы также можете познакомиться с новостями на интернет-сайте телекомпании и на наших страницах в социальных сетях. О том, как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске новостей. Программа выходит в эфир по будням в 19 часов. Я желаю вам хороших выходных и прощаюсь до понедельника. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова